Давайте создадим свой собственный макроблок, наконец. Завтра мы начнем с того, что здесь допишем task B, чтение журнала, и перейдем уже с вами… а, рассмотрим еще P-регуляторы, какие есть библиотечные, и перейдем уже к маскам. Я покажу, как там с этим жить. Ну, сейчас у нас есть 15 минут, как раз этого за глаза хватит, чтобы создать свой макроблок. Давайте создадим свой макроблок, для этого нам нужно следующее. Нам нужно создать еще один проект. Ну, можно, конечно, открыть существующий макроблок, изменить его и сохранить другим именем, но давайте сделаем с нуля эту операцию. Кликнем правой кнопкой по папочке Projects в дереве проекта и выберем опцию New Project. Projects. Назовем Projects My Macro и в типе проекта выберем не Application, а Mobile. Макроблоки создаются только на FBD, поэтому, видите, у нас здесь исчезла опция выбора типа программирования. Момент. На ST мы можем тоже делать функциональные блоки. Так, значит, все. Здесь пишите все, что хотите или ничего не пишите, нас не интересует. Нас интересует только имя латинскими буквами. Дальше. Next. Hardware. У нас будет макроблок без интерфейса, поэтому дисплей просто Delete. Все. Ничего, никаких дисплеев здесь не будет. Здесь пустые окна. Все. Finish. Вот у нас появился проект. Видите, из-за того, что он макроблок, у нас есть новая здесь папочка Shape. Здесь, собственно, это редактор самой вот этой квадратика. Но нам пока туда рано. Давайте создадим блок. Откроем страничку. Давайте примитивный блок. Сумматор. Там трех цифр. Есть у нас такой Atom Add. Раз. Два. Эд – это сумматор. Дальше. Вход In1 назовем. In1. Generic. Как раз мы оставим Generic. Это из-за того, что мы не знаем. Вход. В какой памяти будет сохранена перемена, которая будет подключена снаружи к этому блоку. Может быть параметр, как уставка пользовательская. Может быть оперативная. В оперативной памяти вычисленной другим блоком. Да. Мы не знаем. Поэтому мы оставляем Generic. Integer. Можем оставить Integer. По умолчанию. Так. Здесь нас ничего не интересует. Зато нас интересует вот эта галка Block Pin. Здесь мы следим за то, чтобы у нас был Input Output обязательно. И после этого ставим галку Block Pin. Как только мы поставили галочку Block Pin. У нас, видите, здесь мы ничего изменить не можем уже. Все затенилось. И у нас появилась вкладочка Block Pin. Теперь идем сюда на вкладочку Block Pin. И здесь расставляем нужные нам атрибуты. Значит, Show In The Shape. Это значит, что эта переменная будет видна в фигуре как вывод блока. Казалось бы, да, глупость такая. Ну, а если снять, а зачем нам нужна эта переменная, которая будет не видна? Но у нас еще есть такой отдельный тип блоков, как модули. А модули содержат в себе маски. И эта переменная может быть видна в масках, а не видна в виде вывода. Но все, что выходит за пределы листа стратегии, должно быть отмечено атрибутом Block Pin. Вот этой галкой. Обязательно. Даже если она выходит только в маске. Не выходит в основную стратегию, а выходит в маске, все равно должен быть Block Pin. Вышла за стратегию, все, Block Pin. Поэтому эта галочка, в общем, имеет актуальность во многих случаях. Но в данном случае она нам нужна. Мы хотим показывать ее как вывод макроблока. Дальше. Show In Default Setting Table. Помните, Default Setting Table я вам расставлял там, менял значение по умолчанию. Вот показывает таблица или не показывает? Дальше. Ну, понятно, что не Output. Понятно, что мы делаем вход. Выбор только в том, Input Output или Input. Ну, смотрите, если мы выберем Input Output, это значит, что он будет вход-выход. Это требование, однозначное требование подключать к этому входу переменную. Потому что переписать в константу, естественно, Block не умеет, не сможет. А мы не знаем, может быть, это будет константа. Может быть, мы будем складывать там что-то с константой там 27. Поэтому наш выбор очевиден. Input. Сюда можно включать и константы, и перемены. Дальше. Always Connected. По всей видимости, я никогда в жизни эту опцию не использовал. По всей видимости, это требование пренепременного присоединения к этому входу чего бы то ни было. Перемены, константы и т.д. Его нельзя будет оставить свободным. Да, да. Ну, я не знаю. Я, кстати, никогда в жизни не ставил эту галку. И живу спокойно с OneTool с 2006 года. Ну, дальше. Connected only to constant. Ну, это следует, в общем, требования, скорее всего, что туда нельзя будет подключить перемены. Но, честно говоря, тоже галку не использовал. Интересная опция AutoConnection ID. Вы можете написать текстовый идентификатор. Ну, правда, латиницей. Ну, вот. И все блоги, выводы которых имеют одинаковый текстовый идентификатор, автоматически соединятся при попадании в стратегию. Даже если они находятся на разных листах, будет создана соответствующая переменная. Она будет перенесена на другой лист и присоединена к соответствующему блоку. Ну, вот. Но с этой опцией тоже, знаете, она интересная и интересная. Но с ней надо осторожно. Когда у вас слишком много будет AutoConnection ID, бестолково назначенных, то у вас будет постоянно это все соединяться. Это будет похоже на взрывную макаронную фабрику, все эти связи. И, в общем, эта вещь такая. Она требует очень вдумчивого к себе отношения. Потому что, если умело воспользоваться вот этой опцией AutoConnection ID и создать библиотеку модулей, именно не MacOS, а модулей, который будет содержать в себе уже часть пользовательского интерфейса. Причем маски будут раскладываться именно в те списки, которые вы назначите заранее. Будут везде AutoConnection ID, можно достичь. Но, сами подумайте, это требует очень глубокого осмысления задачи и тщательного проектирования. Но можно создать такую пользовательскую библиотеку, работа с которой будет заключаться в следующем. Вы будете выкидывать из библиотеки блоки, они будут сами соединяться. Маски будут сами подключаться в те лупы, которые надо. И, в общем, работа с проектом займет у вас порядка трех минут. И после этого компайл, и все работает. А до этого, да, 20 лет вы будете продумывать эту всю стратегию автоматических соединений. Но идея заложена именно такая. Поэтому я, например, AutoConnection ID по программе не пользую. Потому что, когда я пользую, я умудряюсь именно не для тех выводов придумать это использование. И у меня обычно это левая связь, которую потом приходится удалить. Ее можно удалить, никаких проблем. Не обязательно, что она будет намертва, эта связь. Ее удалить можно. Но она постоянно появляется, и ее приходится удалять. То есть я еще сколько делал, ни разу не попадал стопроцентно в то, что она мне нужна. Чаще всего потом я удаляю руками. Поэтому я не пользую. Все. Финиш. Готово. Вот он первый блок. Первый вход. Теперь раскопируем. Нам таких надо будет три, да. Только IN2 назовем блок. Все атрибуты остальные у нас следуются. Поэтому можно даже не заглядывать. И IN3. У нас просто три однотипных входа. Если бы они были разные, тогда мы должны были сейчас редактировать атрибуты. Блоки могут быть как такими примитивно простыми, так и очень сложными внутри. Многостраничную структуру иметь. Там может быть практически целый проект, целые приточки можно сделать внутри макроблока. Никто не препятствует, как говорится. На выходе SUM3 назову ее переменную. Оперативная память. Integer. Only output. Блок pin, разумеется. Но здесь атрибут тоже подхватится. Видите? Output сразу. Show in the shape. Понятное дело. Но Show in the fold setting table глупо для выхода. Во всяком случае. Я обычно убираю. Finish. Все. Вот он наш макроблок. Теперь наша задача запихнуть его в упаковку. В этот квадратик. Заходим в дереве проектов Shape. Кликаем на редактор два раза. Открывается такая вот штука. Вот по умолчанию тут у нас выглядит она некрасиво. Вот так неказисто. Но я могу здесь выбрать Reset. Вывод. Опа. Она уменьшится до минимально возможных размеров. Дальше я могу выделить вывод с помощью стрелочек. Переместить его на нужное мне место. Если у меня есть вот такой красивый квадратик какой-нибудь нарисованный. Иконочка. То я могу с помощью вот этой вот кнопочки Shape. Background. БМП. Найти какой-нибудь квадратик. Но квадратик я вообще ленивый человек. И художник не очень хороший. Поэтому у меня квадратики. Вовнутрь самого блока я обычно ничего не подкладываю. Потому что мне лень. А чтобы в библиотеке у меня не было вот этого красного креста. Потому что если блок будет без иконы. У него будет красный крест. Это будет не очень красиво смотреться. Вместо красного креста я подложу. Сейчас у меня тут есть заготовка. Я нарисовал. Собрался с силами. И нарисовал. О, замечательный голубой квадратик. Мне этого достаточно. Ну вот. Значит, вот этот голубой квадратик будет отображен в библиотеке вместо креста красного. Вы можете сами нарисовать любое изображение и прислоить ему. Вот, собственно, это я сделал. Выводы расположил. Видите, один, два, три. Если есть необходимости, я могу их поменять местами. Никаких проблем. Вот поменял. Вот обратно поменял. Только главное выделить нужный вывод и кликнуть на нужную стрелку. Все. Я могу увеличить размеры этого блока. Вот сюда. Сюда уменьшить. Увеличить ширину. Уменьшить ширину. Ну, в общем, делаю с ним кое-какие действия. Такие, которые мне удобны. Могу сделать зазоры между выводами. Никто мне не мешает. Ладно, меня устраивает. Все. Вот он, мой макроблок. Мой макромодул актив. Дальше моя задача сохранить ее в библиотеку. Там будет сумма вот этих трех значений. Да. То есть он просто там выбирает все переменные? Нет. Он просто сложит значения переменных на входах in1, in2, in3. Все будет сумма. Трех. Я просто для примера взял вот такую примитивную. Вы можете сделать очень сложную. Это не обязательно математика. Это может быть какая-то логическая операция. Не важно. Типа классно делать, что он особенно данные исхронял, а в следующем запуске его использовать? Да, на самом деле, там можно любой наворот изобразить. Там, в принципе, та же самая стратегия может жить. Только заключенная в отдельный блок. В принципе, да, ее можно запихнуть всю туда. Это будет такой тяжелый макрос, конечно, но он будет. Дальше, значит, смотрите. Кликаю правой кнопкой по шапке, да, по имени макроса. И у меня есть две опции. И save to library просто, и save to library as. Ну, save to library просто, сейчас скажу. Давайте сделаем save to library as. Save to library as дополнительными опциями обладает. Она позволяет мне переименовать макрос. То есть, сделать его, если мне чем-то не устраивает сейчас, я могу его переименовать с другим именем. И у меня есть очень важная вещь. Я, правда, и никогда не пользуюсь. А вот Caril пользуется. Advanced Options. Пароль. Пароль. 28 аж знаков. Большие, маленькие буквы, цифры. Вы можете сделать очень секретный пароль. Главное, не забудьте его. Потому что обратно, да, заднего хода этого не будет. Я не ставлю. Поэтому, ну. Если бы я выбрал просто save. Save macros, да. То здесь бы у меня не было возможности переименовать. Он бы вот только с этим именем сохранился. И не было бы возможности назначить пароль. А так, остальное все будет то же самое. Теперь у меня всплывает такое маленькое вот окошечко, где предлагают выбор библиотек доступных. Это библиотека моего проекта. Здесь всегда видны те библиотеки, библиотеки тех проектов, которые есть в моем дереве. Но у меня всего один проект. И user library, хоть несмотря на то, что она не подключена к проекту, как ссылка на нее, она все равно доступна для сохранения. Но я обычно сохраняю в библиотеке проекта, тестирую. И если мне блок нравится, и я его собираюсь применять в дальнейшем, я его потом копирую в user library. А так, без надобности, я в user library ничего не копирую особо. Значит, double click here, чтобы сохранить здесь. И double click here, чтобы сохранить здесь. То есть два клика сюда, чтобы сохранить в user library. И два клика сюда, чтобы сохранить библиотеку проекта. Ок. Все, теперь он здесь мне не нужен. У тебя так поспешно обычно не надо удалять. Потому что вдруг что-то пошло не так при сохранении. Но я уверен, что все хорошо пошло. Давайте в main page. Вот, видите, моя библиотека. Вот он, ctr1. My macro. Вот он блок. Да? Все хорошо. Работает. Вот он есть. Ну, я уверен, что он работает. Там примитивный функционал. Вот, собственно, и все. Теперь, если я хочу отсюда его из библиотеки удалить, я могу выбрать remove. Ну, помните, remove это remove. Если я хочу его открыть. Ну, открыть я могу прямо с листа. Допустим, опция есть. Open block, да? Или могу открыть прямо из библиотеки. Open block. Это я могу сделать любой блок, который не защищен паролем. В том числе и системный. Посмотреть, что внутри. Он открывается здесь в виде проекта. Такого же снова. Вот он. My macro.ctr. Модуль. Могу открыть. Внести изменения. Сохранить с этим же именем или с другим. Единственное, что если вы открыли блоки системной библиотеки, вы не сможете их сохранить с тем же именем, которое у них уже есть. Вы должны обязательно save to library as и придумать новое имя и сохранить в свою библиотеку с новым именем. То есть вы можете взять из готовых библиотечных библиотек блок, даже очень сложный, открыть его, посмотреть, проанализировать, внести изменения и сохранить его как свой собственный. Никаких препятствий на этот счет нет. Переназначить все что угодно. Перемолотить его полностью. Как угодно переделать. Никаких проблем. Если только он изначально не был закрыт паролем. Вот.